Иван, ну представьтесь. Кому? Ну публике представьтесь. Кому же еще? Так у вас трое всего. И вот это ты позвал? Ну про мусорского только он может рассказать. Это ж сколько он выпил-то. И я пью только лимонадик. Кто-то, я думаю, куда все лимончики у Сони пропали. Так все, я сам представлю. Друзья, всем привет, вы на канале Анги. И сегодня у нас еще один специальный гость. Иван Савельевич Мусорный. Как он утверждает, он дальний родственник Модеста Петровича Мусорского. И про своего дальнего родственника знает абсолютно все. Модест Петрович Мусорский. Вещает Иван Савельевич Мусорный, дальний родственник. Я все знаю. Какой сейчас год, ты знаешь? Три тысяч... Э, две тысячи восемнадцать. О, батенька, так это у меня для вас плохие новости. А что такое? Да так, припекает немного. Так, Иван Савельевич, расскажите нам, пожалуйста, про Модеста Петровича Мусорского. Это... или композитор-то? Боже мой, это надолго. А может я расскажу, я знаю. Подожди, еще не все потеряно. А что осталось? Зачатки речи? Сеня, ну подожди. Ну, например, когда родился Модест Петрович? Их, 21 марта 1839 года. Как сейчас помню. Ты слушаешь? Да, да, продолжайте, продолжайте. Граги, ты меня однажды просить не придется. Да не, да не, рассказывать, как что? Что вы делаете? Рассказывать, продолжайте. Боковой. Ну нет, это невозможно. Гошенька, он сейчас помрет. Давай спать положим, я говорю. Его отец, Петр Алексеевич Мусорский, происходил из старого и старинного дворянского рода Мусорских, как я. До 10 лет он с Сашим Бэтом учился дома. В 1849 году переехал в Петербург и поступил в Петришуле. Это ж как надо было учить, чтобы в таком состоянии все помнить. Он не окончил училище и поступил в школу гвардейских подпрапорщиков. Жак. Вимеси. Принеси еще лимонад. Вимеси. Он что, у вас работает? И сколько получает? Эх, ползинек. Я тоже могу лимонадик принести. Давайте дальше, Промадес Петрович, я вас прошу. Мусорский недолго служил в лим гвардейском преображенском полку. И в эти годы, как сейчас помню, познакомился с Драгомышским. Был такой выдающийся музыкант. Говорят, он в кружок Балакирева входил. Про это ты не расскажешь, милый человек? Ты, по-моему, что-то перепутал. А, это... К моменту вступления в музыкальный кружок Балакирева, Мусорский свободно читал и изнеснялся на французском и немецком языках. Прошу прощения, вы упомянули, когда доктор говорит по-французски? Сгит. Вимеси. Вообще, он выходил в состав Могучей Кучки. Ну, это и есть Балакиревский кружок. Просто напоминаю, Могучая Кучка – это творческое содружество русских композиторов. В него вошли Милий Алексеевич Балакирев, Модест Петрович Мусорский, Александр Порфирьевич Бородин, Николай Андреевич Римский-Корсаков, любимый композитор моей Бибы, и Цезарь Антонович Кю-и-и. Иван Савельевич, а первое сочинение какое у него было? Так, чёрт, всё разберёт. Но! В 1852 году в Санкт-Петербургской ГЭ вышла первая публикация композитора. Вот это пьяная полька под пропоршем. Давай проверим его. А Бориса Годунова кто написал? Скажи, Лядов. Ну вот он и попался, зайка моя. Сказал бы я, но я аристократ. И я знаю, что следующий крупный замысел оперу Борис Годунов по отнимённой трагедии Аспушкина Мусорский довёл до конца. Он ещё и руки мне крутит, ты посмотри. В 1872 году Мусорский задумал драматическую оперу Хаваншина. Хаваншина была почти полностью закончена в клавире, но при жизни Мусорского Хаваншина не издавалась и не осталась. А умер Мусорский в тысяча... Минуточку, а может какие-то интересные факты про него расскажете, что-нибудь такое? Но всё-таки, чтобы не сразу про то, что он помер, ты господи. Ну, Мусорский это смоленская вещь царского рода Глюликовича. Ну, Мусорский это любимый композитор Шаряпина. А это кто? Это певец такой, Никита, не позорься. Ещё он медленнее остальных писал, потому что сначала всё обдумал и потом записал. А обычно как делают, не так что ли? Ну, сначала делают ошмётки, а потом из них шьют дело. Чего? Ну, сначала наброски, а потом целиком пишут. А-а-а... Чего? Мусорский умер в Николаевском военном госпитале в Петербурге, куда был помещен 13 февраля после приступа Белы Гречки. И всё? Я обычно не плачу, но сейчас самое время. Жак! Чисти баранки, я хочу есть! Если вы хотите дополнить Ивана Савельевича, пишите в комментарии. На бусте выходят неудачные дубли, ты знаешь? Вот зайди и похихикай, ссылка в описании. Поставь лайк, подпишись, а я пока... Расскажу вам про игру одну... Есть одна игра такая, узнай о великих. Можешь ты в неё играй узнать и про великих. Как оно работает, лимон вот, например. Вспомнил ты его в обед и вспомнил его цвет. Запах, вкус, размер и вес. Так же и с великими в игре ты узнаёшь, А как они обедали, и кто же их поёт? В процессе игры учащиеся незаметно для себя выполняют те действия, которые необходимы для сохранения информации и прокачки софт-скилл мягких навыков, необходимых для жизни любому человеку. Ссылочка в описании. Устань, идите, устань, поиграй! Устань, идите, играй, играй, играй! Устань, идите, играй!